Если хочется вдруг спать, да, здрасте дорогие зрители, так вот, если вам вдруг хочется спать примерно так в 9 утра, проснувшись допустим 7 или 8, то на помощь вам придет лопачо. Я вот тут внезапно вдруг про него вспомнила, решила себе его сварить, заодно возможно частично это вам записать, ну а потом его еще и порекламить. Это у нас видос будет в чайную коллекцию мою. Так что вот. Если вам все интересно, welcome to hell. Лопачо можно заварить двумя способами. Можно сварить напрямую, раньше я так и делала, или заварить как моя тетя в чайнике, ну как обычный чай. В таком случае там в принципе 2-3, ну можно 2, в интернете там много что пишут, я сейчас решила уточнить, вспомнить так сказать молодость в кавычках про него. И в одном месте так просто вот сайт такой сказочный, наверное там натрели, отовсюду где только можно, вставили файлик и в печать в интернет. А сами то не читали, в одном месте вот там было написано, что 3-4 чайные ложки на чайник. Нифига подобного. Но 2, можете 3 конечно положить, 1-2 чайных ложки, можно с горкой. На чайник залить короче ток с кипевшим кипятком, и минут 15 ему надо будет постоять, позавариться. И вкус у него будет такой, в принципе в любом виде будет такой вкус, немножко вяжущий. Если вы ели когда-нибудь хурму, или ягоды черевомухи, то примерно представляете, что это такое. А можно сварить в турке, минут 5 покипятить. Раньше я вот такой варила, алюминиевый. А можно в принципе и вот в этой, в этой я еще кажется его не варила. Это у нас мельхиоровая, она слегка поменьше. Но думаю мне как раз на одну меня слегка поменьше и хватит. В общем 5 минут где-то прокипятить, вылить в чашечку и вполне себе его пить. Он естественно очень бодрит, и вот в 9 утра я думаю это как раз самое то. И вот чтобы его сварить, нам с вами понадобится фильтрованная водичка. Можно конечно не фильтрованную, как хотите. И забыла я сказать, вот 1 столовая ложка где-то вот на турку. На эту у меня выходила по-моему 1 столовая ложка с горкой. Ну так как он у нас такой довольно специфический чай, и вообще это кора дерева лопача. И один мой знакомый давно-давно сетевой в основном удивился, когда я сказала, что лопача. Он почему-то решил, что я собираюсь заваривать паркет. Вот из этого дерева, кстати, оно считается как одно из его названий муравьиное дерево. Делают не только паркет, но еще из его коры делают чай. Который пили инки. Я думаю, если бы к ним не пришли те, кому не надо, и не сделали из них там всякие Америки и тому подобное, они бы его и дальше пили. Сейчас я попробую это счастье показать, чтобы было видно. Еще чаще так бывает, наверное, на Дим встречается реверчика. Это вместе с сушеными ягодами земляники и листиками. В принципе, такой вариант тоже имеет место быть. Ибо земляника, как всем известно или кому неизвестно, сейчас узнаете, обладает, помимо прочего, сосудорасширяющим действием. Ну и у меня именно земляничка и любила потреблять тетя. В таком виде, в чистом ей как-то он, видимо, не пришелся. По вкусу, но у меня есть, в принципе, и тут другой вариант. Что я потом вам и продемонстрирую. Так как у нас тут узенькая горлышко, сейчас я не знаю, как у меня получится засунуть это в виде одной столовой ложки в это самое горлышко. Вот. Внезапно так, прошло. Я думаю, можно еще чуть-чуть, потому что там все-таки она не совсем полная была, эта столовая ложка. Подгребать, правда, неудобно. Делаю совершенно на глаз. Не делала, вообще не поверите, когда я последний раз его делала. Я не помню, когда я его последний раз делала. У меня, наверное, только-только тогда появилась эта полка под чай. Я думаю, хватит. Надо хоть нюхнуть, что ли, его. То у меня все, кому не лень, знакомые сетевые, полусетевые и реальные, почему-то чай предпочитают нюхать. Не, пить они его тоже пьют. Так как я его раньше и до этого не нюхала, то я не знаю, как вам сказать, с чем сравнить. Так. Так. Вот наше счастье. И вот он у нас стоит на газу в 9 утра 27 минут. Десятого я его поставила. И сейчас буду с вами, возможно, полностью покажу вам весь этот процесс, возможно, частично. Но, в общем, буду наблюдать, когда мне нужно будет слегка убавить газ. Это прям как крик души там у кого-то было на канале, у меня в комментах, под последним видео, что видео редко выходит. Вот я вообще планировала записать немножко другое видео, но, думаю, раз уж я вспомнила про Лопача. К тому же я его все равно собиралась обозревать своей коллекцией, но почему бы и нет. К тому же девочке Ире нравится, как я готовлю на видео. Я так понимаю, еще кому-то там нравится, когда я готовлю. Ну, это же тоже готовка, да, по идее, в принципе. Я так понимаю, как я готовлю. Вы тоже слышите, как там немножко что-то попискивает внутри. Ну, помимо тиканья моих часов. Вообще, конечно, я могла бы сделать себе мате, как раз до 5 часов вечера еще долго, и вполне могла бы им взбодриться. Но так как я собиралась заняться не совсем мозговой деятельностью, а взбодриться мне как бы надо, я решила, что можно, в принципе, и лопачивать. Это не к тому, что якобы его нельзя пить, если вы не будете заниматься мозговой деятельностью. Ни в коем случае. Просто мате мне как-то удобнее пить в положении сидя, из колебасы, через бомбелью, скажем так, и попутно что-то печатая, или типа того. Тут же я решила замахнуться на, кстати, вот убавила еще раз газ, на сбор один. Разговаривала тут не то чтобы с коллегой по работе, скорее всего, с коллегой по соседней работе, и получилось так, что пообещала ей найти и по возможности соорудить сбор для очищения сосудов. Ну и получилось так, что комплексный такой сбор у меня будет. Даже думала, его может записать, как я буду ваять, но не уверена, что все-таки рискну. Скорее всего, уже по умолчанию зафоткаю и скину в контактовый травник. Так вот, я еще год, наверное, полтора назад обещала одной девчонке сделать травяной такой сбор, типа для похудения, но на самом деле там просто для очищения организма, трех основных сфер деятельности, скажем так. У нас тут убегает, убегает, убегает. Мы его немножко снимем, я думаю, можно потрясти. Сейчас уж у нас мельхиоровая турка. Я ее что-то держу, как на момент, когда варите кофе у мельхиоровой турки с узким горлышком. Ну, уже такой вроде как. Хотела сказать, потемнела, и только сейчас вспомнила жизненный анекдот. Однажды у меня была такая подруга Лена, в общем, мне много было в свое время, я тут заметила подруг Лен, или знакомых Лен, так же, как Ань. И однажды она ко мне пришла на чай, и у нее была склонность к повышенному давлению. И, скажем так, она пришла ко мне на чай, я и сделала этот самый себе и ей. Кажется, это первый раз в жизни вообще этот лопачу. Именно вот так они в чайничке. Кстати, что там у нас по времени? А, вот как раз пять минут и прошло. Вот совсем чуть-чуть еще. В общем, сделала я этот лопачу себе и ей, и, как бы так сказать, не рассчитала цвет заварки. Думала, что он у меня неправильно сделался, и нафигачила заварки ей и себе. Как раз была та самая большая турка. Вот эта, которая, ну, не скажем, может быть не намного, а может и намного больше той, что на газу. И я, значит, нафигачила ей и себе. А вы примерно представляете, какие у меня обычно чашки. Ну, вот, допустим, вот чашка подписчицы. От Наташи из города Кимр. Кимр и Кимр. Вот примерно такого формата приличная такая чашечка была и у меня. И вот у нее. И я-то выпила, у меня-то нормально, у меня пожизненно такое пониженное давление, где-то там ниже плинтуса. А у нее-то повышенное. И ей стало плохо. У нее поднялось давление, потом я, значит, и корвалола накапала. Кальция накапала больше, чем напросила. Она сказала, что ко мне придешь, а то можно вообще коньки откинуть, потому что сначала вам повысят давление, а потом понедят. Ну, вот на самом деле вот так. Это к тому, что если вдруг вы решите, что у вас не получилось, а он такой типа весь полупрозрачный, то на самом деле это он такой и должен быть. И лучше не фигачить сразу, как Леля всю заварку в чашку, разбавляя чуть-чуть холодной водичкой, а использовать все же как чай. Вот такой анекдот из жизни. Я подозреваю, что я что-то хотела. А, вот, значит, про комплексное это похудение. Похудение, ну, в плане, что там несколько сразу моментов очищаются в организме. И у меня даже были списки, я там изучала, какие конкретно травы с чем сочетаются и лучше. И в результате создала вот такой себе сбор. Думаю попробовать его сначала заварить, потому что меня вроде как просили, чтобы сбор был вкусный. Допустим, есть такой вариант, как чеснок, мед и что-то еще вроде для очищения сосудов. А еще мой дядя Калязинский принимал, ну, как я потом выяснила от тети, но я подозревала, что на рога дочь несусветная. Заваривал и пил в виде чая листья лавра. Ну, вот у меня лаврик растет. И, короче, они оба как бы специфическо противные. Они каждый выдержат. Поэтому меня попросили какой-нибудь такой вкусный сбор сделать. По возможности, если есть такой вкусный сбор, я решила сначала на себе протестировать, вкусный ли он, а потом уже, если что, народу отдать. Так вот. Сейчас мы попробуем с вами его налить. Вот я его показываю. Ну, на самом деле, видимо, все-таки столовая ложка с горкой больше подходит на ту большую турку, а для этой он слегка концентрированный получился. Ну, и уже видно, что тут как бы заварка. Я думаю, вот этой где-то так вот, ну, чуть побольше, может, одной трети этой заварки вполне хватит, чтобы сделать чай. Единственное, я забыла, хотя вроде он еще не остыл, подогреть свой чайник. В общем, вот такой вот он получается на вид, если его варить в турке. Лапа у меня слегка дрожит. Такая тут шесть. Шесть на меня навесили фуджа. В общем, я тут это... Чайчик у меня подостыл, по вкусу стал, как деревяшка. У меня вот в такой коробочке, на самом деле здесь был джигу, зеленый дикий китайский чай, хайнянский дикий чай. Мы даже с Машкой когда-то на год этого самого катца дракона в тогдашнем еще летом организовали такую сценку, где я там была прокаткой, которая, жалко, это на видео не записывали, катца вроде не записывали, ну, мем такой потом долго ходил. Между нами даже чисто по городу. У папы зачем же я так много курила? Это к этому чаю. На самом деле я не курила. Ну, чисто было, надо было... Надо было чисто послевать там некоторых этих таких людей. В общем, вот в этой коробочке у меня есть лопача с клубничкой, точнее земляничкой. И он пахнет даже как-то это... Немножко отличается. Я его попытаюсь достать. Вообще тут где-то она есть, эта земляничка, но на руке у меня почему-то она не досталась. И, в общем, я сейчас это слегка поповторяла в интернетике, полазая. Конечно, 50% от того, что у меня открылось на слово лопача-чай свойства, было такого конкретного бреда. Но, видимо, сейчас кто во что гораст. Ну, и я так повестала, почитала, вспомнила те самые свойства, которые я когда-то помнила и всем рекламила. Ну, конечно, кусочек дерева попался. Его советуют пить без никто, если вы хотите офигеть, какой пузыр получить от него. Ну, можно, конечно, с сахарочком, с медочком. Вот у меня тут одинокая конфетка есть, карамелька, раковая шейка, раковая шейка. Хлебушек по борту, из вчерашнего видоса. В общем, у меня осталось два чая, два экземпляра. Но вообще еще где-то есть вот такой пакет стоит. Это ЧБ-овский чайный напиток лопача 50 грамм. Уже меньше, чем 50 грамм, потому что я сегодня немножко заварила. И вот здесь тоже в общем, этот самый лопача. Только, по-моему, от Надин. А может не от Надин, может тоже от ЧБ, уже не помню. С этой, с клубничкой, точнее земляничкой. С ягодами сушеными землянички. И вот у меня тут листик есть. И сейчас я вам зачитаю все его охренительные свойства. В общем, ну, помимо того, что его пили инки, понятно, инки были где-то в латинской или какой-то там Америке. Жили они долго и сейчас. Это, кстати, дерево живет максимум 700 лет. По-моему, вполне вообще прилично живет. Собирается, соответственно, кора с него. Через год эта кора на дереве самовосстанавливается, сушится и вот заваривается. В лучшем случае варится для большего получения всяких там витаминов. Если вам хочется какой-нибудь легкий отбежающий оттенок такой, не сильно такой напрягающий организм и не сильно так вот возбодрящий, то можете заварить там лопачу с земляничкой или с клубничкой, что вам попоется, и вот именно настоять просто пятнадцатом чайнике, как моя тетя делает. Так, в общем, он у нас успокаивающий, противовоспалительный, повышает иммунитет. Вот, не зря я его захотел, потому что что-то все болею, 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 болею. У меня уже подруга проколола здесь. Или работаю. День работаю, день болею. В общем, он нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Обладает даже чуть слабительным эффектом, если, в общем, у вас есть тяга, если вам часто приходится бегать в туалет по большому, то лучше его пейте в ограниченном количестве. Можете чисто попробовать и посмотреть, что с вами будет. Ну, антибактерицидное действие вообще, и можно протереть какую-нибудь кожу лица, где какая-нибудь маленькая ранка, этим настоем, допустим, или отваром. И ранка будет быстро выживать. В общем, он ранозаживляющий попутно. В общем, борется с раковыми клетками для полного счастья. Ну, конечно, вам одним чаем вы эти раковые клетки не убьете. Надо еще какую-то комплексную терапию попутно проходить. Можете еще худина попить. Он тоже борется с раковыми клетками наравне с этим самым айтпулером. Так, в нем отсутствует кофеин. И вот в интернете еще что писали, что типа, я же в начале видео рассказала о нигзоте жизни, что он якобы, его нельзя пить тем, у кого пониженное давление. На самом деле, фигня подобная, потому что вот у Ленки было повышенное давление, пожизненное. А мне пониженное, мне нормально. А у нее пришлось ей потом полежать. И она реально думала, что вот я ее специально так вот нацедила и такого крепкого чая. Я ступо была не уверена, что это на самом деле у меня получилось или нет, заварка это, или плохо доварился. Так. Обмен веществ улучшает. Что у нас тут еще? И выводит всякую хрень из организма. Ну, короче, если вы вдруг решили похудеть, а вот вы едите, даже когда мало едите, у вас все равно как-то вас прет, распирает деревни тела пачо. Он вам, вас выведет на чистую воду, скажем так. Это, наверное, самый странный из всего плейлиста моей чайной коллекции чая. Вот, обзорчик такой. Но вот как-то так. Я тут совсем чуть-чуть его попила и не знаю, что меня конкретно ободрило. Поиск второй коробочки, то, что я его глотнула, когда он только-только сварился. Или же он мне все-таки правда взбодрил. или то, что мне дали очередной перевод внепланово. Хотя я, в принципе, сама вроде как его хотела, какой-нибудь из них хотела взять. В разном англое не читала нифига. Ну и, в общем, все-таки он, наверное, у меня крепкий получился, потому что он немножко так вот, не то чтобы вяжущий, но как-то более деревянненький. Надо было поменьше этой заварки делать, раз уж я более концентрированно его сделала, он потемнее так вышел. Ну, вот такой чай. Если вы заинтересовались лопачу, то мы с ним очень рады. Всем спасибо на просмотр и пока!